У тебя там все пишется? Ага, хорошо. Здравствуйте! Забеба Ньюс начинает свое вещание из новой студии. Все как прежде, только лучше. Обезьянка и золотой батон с нами. Мы начинаем о главных новостях прошедшей недели. Заруба вокруг военного госпиталя, что на бывшей Комсомольской улице, усилиями хозяйственного суда разрешилась в пользу государства. 4 гектара земли и почти 10 тысяч квадратных метров помещений российско-казахским негодяям решили не отдавать. Будут там теперь лечить наших. Это, безусловно, прекрасная новость. Куда уехал цирк Кобзов? Олухи! Циркачи! Есть мнение, что жителей это интересует не очень. Но мы-то знаем, что поехал он в Харьков. А вот дыры в асфальте и сломанные столбы вроде бы починили. Насколько качественно еще общественники будут проверять. Сейчас мы их проверим. Сейчас мы их сравним. По-прежнему открытый вопрос стоит. А что произошло с теми пятью тысячами билетов, которые днепропетровские дети должны были использовать на посещение этого развлекательного заведения? Как говорится, не прошло и полгода, как заработал сданный в конце 15-го года переход на тогда еще проспектом имени газеты «Правда». Теперь этот проспект Слобожанский. Так много всего изменилось. На проспекте теперь постоянно будут дежурить двое. Работают эскалаторы. Инвалидов довозят на специальные стремительные коляски итальянского производства. Вроде бы все хорошо. Только длительная эксплуатация покажет, насколько этот проект удачен и поможет разгрузить важнейшую для левого берега автотранспортную магистраль. Декларации депутатов старательно обсуждаются в прессе на этой неделе. С чиновниками с ними было все понятно, а вот с депутатами получилось весело. Широчайшая градация от относительно состоятельных до очень малообеспеченных представлена на специальной странице. Пожалуйста, почитайте, увлекательно, словами не передать. Важно отметить, что некоторые депутаты уже успели прискакать в редакцию и высказать свои соображения. Ну, типа, я не я, декларация не моя. Пока продолжается суд за приз на известные 204 миллиона гривен, которые компания УПС пытается отсудить у городского совета, эта же самая компания выигрывает новые тендеры. В 2016 году она отремонтирует дорог примерно на 27 миллионов гривен. И, по доброй традиции, в тендерной документации нет списка этих самых дорог. Прямо невероятно интересно, как они это делают. Деньги есть, а списка дорог нет. Огласите весь список, пожалуйста. Есть серьезные опасения, что аэропорт Днепропетровск, который, кстати говоря, и так, по-моему, на пятом или шестом месте по пассажиропотоку, с текущей политикой сольет эту позицию Запорожью. Туркиши не будут летать из Днепропетровска, а навстречу им, соответственно, не будет летать Днеправия. По крайней мере, это все уже началось. Нечто подобное несколько лет ранее было с Люфтганзой. В общем, все будет как прежде. По совершенно запредельному прайсу можно будет приобрести билеты до Киева, а там дальше что-то решать. Никаких тебе лоукостеров, пегасов, дизайров и всех остальных ништяков. Аллопаевские авиалинии, летаем и слава богу! Переколпаковать, чтобы перевыколпаковать. Примерно так можно сказать про Днепропетровский генплан. Ранее он был рассчитан до 2026 года и предполагал достаточно заметное увеличение территории Днепропетровска. Но генплан досрочно пересмотрели. Строиться теперь будут преимущественно внутри существующей городской черты. Жителей планируют чуть-чуть поменьше. Метро будет не такое протяженное, а будет ли вообще. И по-прежнему непонятно, что там насчет трехканатных дорог. Генплан скукоживаемся. Больше подробностей в специальном материале. Любимый обезьяний аттракцион. Прикинем бабки. 21 день идет напряженное вещание муниципального телевизионного канала в Ютуб. Как известно, первый выпуск вышел 1 апреля. Ну так вот. Включив калькулятор и мозг, разделив 19 миллионов гривен на количество дней в году, мы получаем порядка 50 тысяч бюджетных гривен в день. Соотносим это к 100 просмотрам каждого выпуска на Ютубе. И получаем фантастический результат. 500 гривен – один просмотр. Еще раз. 500 гривен – один просмотр. Новослово сюжета муниципального канала на Ютубе стоит на сегодняшний день на днепропетровских налогоплательщиках. Прекрасный результат! Ура, товарищи! Если что, Забеба Ньюз вообще бесплатная. Можно сказать, дешевка в сравнении с днепропетровским муниципальным. Просто дешевка! Внезапно обнаружилась химическая бомба в подвале жилого дома. Алкоголик дядя Юра обнаружил в 20-летней давности бочку с криозотом. Криозот слил прямо в подвале, а бочку сдал на металл. Криозот немножко токсичен. Фенолы там всякие, знаете ли. В общем, жителям дома стало немножко нехорошо. Некоторых даже госпитализировали. Какая боль, какая боль, Днепр выиграл у Металлиста 5-0. Какая боль, какая боль. Не расслабляемся там, еще много игр впереди. Глеб Пригунов 23 апреля заявил в субботник в 13 часов в парке Сагайдак, что бывший Воронцовский. Предполагается, что на мероприятие придут меценаты, бизнесмены и даже немножко простых людей. Товарищи, товарищи, все на субботник, все! А на сегодня с новостями все. Смотрите Забебу Ньюз на 51-м канале каждую пятницу в полдевятого вечера, а все выпуски в архиве по адресу забеба.ньюз. А сейчас традиционный розыгрыш. Путем сложнейших вычислений на специальном сайте random.org победителем прошлой недели становится... Дружище, ты выиграл приставку, позвони по телефону, приди и забери ее. А для того, чтобы выиграть приставку на этой неделе, нужно, как всегда, немножко приложить онлайновых усилий. Традиционно нажать на кнопку лайк, подписаться на канал, оставить комментарий и засрать все комменты на собственной страничке в Фейсбуке и ВКонтакте с ссылкой на Забебу Ньюз. Че, хорошо, нормально, можно ничего не трогать. Это все равно не пойдет в 51-м. Любишь срать в комментах, дружок? Добро пожаловать на ютубчик. Под этими новостями в комментах практически нет модерации. Внимание на экран! В следующий раз никаких приставок разыгрываться не будет. Вместо приставок мы разыграем шикарный мобильный телефон. Оставайся на связи, дружок. Ребята, охватит.